Приветствую вас. Очень печально, что на такой важный вопрос нет ответа, поэтому я решил вам ответить. На момент записи этого ответа ваш вопрос не имел ответов других экспертов, моих как коллег, и я надеюсь, что хотя бы, будучи в одиночестве, могу вам помочь разобраться в этой немножечко запутанной ситуации. Почему ситуация запутана? Дело в том, что вы, ну вообще говоря, мыслите правильно. Ребенка нужно рожать не тогда, когда говорят, а тогда, когда вы этого хотите сами. И если вы сейчас считаете карьеру важным для себя, занимайтесь карьерой. Никаких проблем с тем, чтобы стать матерью в будущем, у вас нет. Предположим, вы не сможете родить ребенка. Ну и хорошо. Вы сможете взять малыша из детского дома, например. Вы сможете воспользоваться услугами суррогатной матери. Да чем угодно можно воспользоваться. Главное, чтобы вы делали то, что вам нравится, то, что делает вас счастливой. Если ребенка вы завинете тогда, когда вы его не хотите, то вы будете его винить в том, что он сломал вам жизнь. Ничего хорошего из этого не получится. Абсолютно. Пожалуй, вы очень много говорите, что вам вот другие люди, в общем, советуют как жить, говорят, да ты рожай, да ты там действуй, ты там как-то еще, мы будем тебе помогать. Пусть вас не вводят в заблуждение подобных слова. Это как, знаете, когда ребенок хочет завести домашнее животное, он родителям своим таково наговорит, что он и кормить его будет, он и играть за ним будет, и одевать его будет, и мыть будет, и вообще, чего он только для него сделать не будет. А потом питомец приходит в семью и выясняет то, что кроме родителей, вообще говоря, никому он больше и не нужен. Потому что, по моем примере, ребенок погулял, поиграл немножко с ним и забросил. А питомец-то это постоянно обязанность. Питомец-то ведь нельзя просто взять, немножко поиграть и все, это не игрушка. Поэтому вам нужно для себя понять, что ребенок вам будет нужен тогда, когда вы сами будете готовы стать матерью. Когда вы сами почувствуете, что вот все, вот вам нужны дети. И тогда это нужно делать. Тогда уже смотрите в способ, как лучше это сделать. Но решать вам это нужно только самой. Ни маме вашей, ни папе вашему, ни родителям вашего мужа, и даже не мужу, а только вам. Потому что это ваша жизнь. И кто бы за вас решение не принял, оно не будет правильным. Потому что оно будет отличаться от вашего. А это всегда плохо. Это всегда рождает ощущение, что мы живем не своей жизнью. Далее вы говорите такую вещь, что ребенок до трех лет только ест и спит, и помнит наиболее яркие впечатления о своей жизни. А вот здесь вы не совсем, к сожалению, правы, потому что ребенок очень хорошо чувствует родителей. Ребенок очень хорошо чувствует окружающих его людей. Ребенок уже тогда учится подражаться людям вокруг него. И ребенок тогда уже считывает некоторые модели поведения его родителей. Поэтому есть разница. Вот ребенок до трех лет начинает плакать, когда его, например, отдают, скажем, другому человеку, но не маме. И только от матери, грубо говоря, этот ребенок успокаивается, раз он чувствует. Он чувствует благодаря своей развитой интуиции на тот момент, что это именно его мама. Между вами образуется связь. И эту связь, ну, нельзя игнорировать. Поэтому в этом вы не правы. В том, что говорите, что это происходит, ребенок не понимает, с кем он, и он только ест и спит. Это не так. Я думаю, что детские психологи ответили бы на вас, вот именно на этот вопрос более подробно. Я вам скажу только, что на интуитивном уровне маленький человек ощущает, кто с ним, как общаются другие люди, и, собственно, пример тому плачу маленького ребенка, когда какая-то ссора возникает, когда какой-то негатив появляется и так далее. То есть здесь вам нужно свое мнение немножко изменить. И, наконец, дальше. Вы пишите, что вы хотите добиваться своих целей. Хотите зарабатывать хотя бы для своих нужд, и быть в обществе. Понимаете, вот это для вас сейчас наиболее важно. Значит, к этому и нужно стремиться. Знаете, никто, не ваши родители, не ваш муж, не мы, мы не ответим на вопрос, как вам поступать. Мы не примем за вас решение. Мы можем подсказать вам лишь то, что верно. А верно это доверять своим переживаниям, своим чувствам, своим эмоциям. Доверять своим желаниям. Вот это правильно и верно. Вообще, это единственное единственное верно для вас. Вы же доверялись вашим эмоциям и чувствам, когда, например, встречались с вашим молодым человеком, с вашим мужчиной. Вы же доверяете своим чувствам и эмоциям, когда хотите быть с ним. Когда планируете свою дальнейшую жизнь с ним. А в том, что касается ребенка, вы перестаете доверять себе и тут начинается проблема. Знаете, кто угодно скажет вам, что угодно. Есть вот, например, защитник детей. Он ему скажет, да ты что, рожай, конечно. Какая карьера, какая своя жизнь, какие там свои цели. Рожай. есть наоборот. Люди, которые ну, против-против детей. Они ему скажут, нет, не нужно рожать, не нужно рожать, нужно жить только для себя, ну и так далее. И те, и те не будут права. Потому что вам нужно самостоятельно прислушаться к себе. Надеюсь, эту мысль мы с вами поняли, эту мысль мы с вами разобрали, а теперь мне бы хотелось перед тем, как закончить, немножечко ответить на вас, на ваш последний вопрос. Значит, семьи, в которых жена деградирует от общества, наверное, вы здесь хотите сказать немножечко другое. Игромной уборки детей ничего не видят. Это хорошо. Знаете, есть такие люди, которых это устраивает. Есть такие люди. Есть такие женщины, которые вот только дом, работа, работа, дом и все. Больше как бы ничего нет. Есть такие люди, которые наоборот не могут жить без общества. Есть мужчины такие. Знаете, нету какой-то единой позиции над тем, что хорошо, а что плохо. для кого-то хорошо одно, а для кого-то хорошо другое. И вот здесь вкроется на мой взгляд самая большая проблема. То есть проблема-то не в том, что вы не знаете, как вам поступить. Проблема не в том, что вам говорят люди, ну, как бы вам говорят, советуют, да, думают, как лучше, добра, это их право, это их выбор. дело в том, что вы прислушиваетесь к тому, что вам говорят другие люди относительно вашей жизни. И вы сами сомневаетесь в том, что то, что вы делаете, то, как вы поступаете, является правильным. Вот это является самой большой проблемой, неуверенность в себе. Также, ну, второстепенной, или лучше сказать, вторичной проблемой, мне показалось то, что вы говорите, что хотите зарабатывать, даже если не столько, сколько вы возьмете, но хотя бы для своих нужд. То есть вы принижаете свою собственную значимость. Простите, откуда вы знаете, сколько вы будете зарабатывать. Если вы работаете в специальности, если вас повысили, откуда вы можете знать. А если и даже знаете, то никто не знает, что будет дальше. Хоть быть вашего мужа сократят, уволят, как-то еще что-то произойдет. Да мало ли. Понимаете, вы себя принижаете вы снижаете свою ценность, а значит снижаете ее для других людей. И люди, видя это, начинают вам советовать. Потому что вы сами в себе неуверенны. Вот давайте попробуем подумать, почему это так. Почему вы в себе неуверенны? Откуда взялась эта неуверенность? Какова ее природа? И вот в зависимости от того, в чем вы неуверенны, нужно будет ставить перед собой задачи, цели и решать их. Чтобы все-таки быть более уверенным в себе человеком. Чтобы все-таки не сомневаться в себе и в своем выборе. и понимать, что выбор одного человека может не понравиться другому человеку. Обратите, это имеет смысл и имеет значение лишь тогда, когда выбор касается жизни другого человека. Прямо. Если выбор прямо жизни человека не касается другого, то вы вольны поступать так, как хочется вам, а на того, кто говорит вам, что якобы ваш выбор влияет на него, не обращать внимания. Понимаете, если я сейчас начну вам говорить про голову, например, цветочки, о которых я, кстати, мало что знаю, если я вам начну говорить про автомобиль, автомобили, ну, наверное, вы просто-напросто закроете эту аудиозапись, перестанете ее слушать и просто скажете, ну, какой-то какой-то дурачок отвечает, да, мне. И все. Знаете, в чем дело? Знаете, вам нужно ориентироваться только на то, что волнует лично вас, что касается лично вас, и волнует вас. Это главное. И только это сделает вас счастливы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по файбу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.